Депутаты и представители исполнительной власти посетили ряд социально значимых объектов в железнодорожном районе города. Белый ключ, Луговое, Плодовый и Пригородный. Там проблемы, как выяснилось, больше социальные. Это и детские сады, и местные клубы, и фельдшерско-акушерские пункты. Вся Пригородная зона у нас требует конкретных вложений, значительных вложений. Почему? Потому что требуется провести большое количество ремонтных работ. Выслушать мнение жителей и найти решение проблем. Именно такие задачи стоят перед депутатами. Например, учреждения культуры нуждаются в восстановлении. Здание клуба в Луговом уже давно признано аварийным. Сейчас рассматривается возможность сноса клуба и строительства нового. Раньше вообще финансирование было очень сложно. Сейчас хоть что-то сдвигается с мертвой точки. И что деньги закладываются на ремонт пригородной зоны, клубов пригородной зоны. По словам депутата Марины Беспаловой, раньше финансирование пригородной зоны отдельной строкой в бюджете не предусматривалось. Сейчас решением Думы и по предложению главы города не менее 10% по каждой статье расходов направляются на пригородную зону. Когда мы реально видим ту картину, которая есть на самом-то деле, естественно, уже можно повлиять на ситуацию, что воочию увидели все представители органов власти, что нужно действительно заниматься этим населенным пунктом. Новые детские площадки, подготовка школ к учебному году, освещение поселковых улиц. Пригородная зона уверенно движется вперед, благодаря совместной работе депутатов и исполнительной власти. Сегодня поставили детские площадки, спортивные площадки. Но для населения, где численность от 2,5-3 тысяч и более, необходим и клуб, и библиотека, и фаб, и пункт участкового полномоченного. Впереди рассмотрение бюджета на 2012 год. С помощью выезда профильных комиссий планируется найти самые проблемные места Ульяновска и его пригорода. Елена Сорокина, Анатолий Рассохин. Главные новости.